итак всем привет с вами давид смит и добро пожаловать на мой канал и думаю вы уже догадались какой игре пойдет речь пойдет речь о элен вис предатор 2010 года и мы с вами поочередно пройдем все три кампании данной игры и начнем давайте пожалуй мы с кампании за хищника почему за него я очень обожаю хищника начнем мы именно с этой кампании и будем проходить на высоком уровне сложности сау мы будем готовить как о чем-то и так это 10,000 100,000 мистер велен и и и и и и и и Продолжение следует... 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 всех врагов и остается там один или два. Самый лучший вариант. Теперь надо немножко полегчиться. Приступаем к следующему испытанию. Мы можем носить только три аптечки с собой. И вот здесь на предостателе появились две аптечки и плазменная пушка. Я не знаю какой там бах был, когда мы спригивали на арену. У нас уже была плазменная пушка. То ли разработчики не учли это нюанс или что-то еще. И здесь я рассказываю, как пользоваться плазменной пушкой. Есть еще три ячейки для дополнительных оружия, но мы их найдем чуть позже. Теперь тренируемся стрельбой по камням. Сначала делаем короткие выстрелы. Просто. У меня эта кнопка левая ЛТ. Просто нажимаем и отпускаем. И это слабый заряд выстрел. Нам говорят, что на этой арене плазменная пушка заряжается автоматически. Но на настоящей охоте нам придется заряжать плазменную пушку и все остальное от источников и навеки. И чуть об этом мы поговорим чуть попозже. Теперь зажимаем, чтобы сделать мощный заряд. Отмена делать просто. Вот так. Но жаль, блокеров, вы видите, мы не стреляем. Сейчас давайте ячейки. Использую все оружие, чтобы убить ячейки. Можно делать короткие выстрелы, чтобы отбить их в сторону. Использую все оружие. Использую все оружие. Блин, ребята. Суп fluoresц! Вначале у вас? Ну, это было. Ух. Я обожаю плывную пушку. Нет, наконец. Ай-э, ух. Чтобы у меня осталось... Ну, давайте... Ай-э, что теперь, дорогой? А вот последнему снимем всего черепа, сжабаемся. Ну и все, слегка расслабился. А, елочка, ну да ладно. И насчет плакленной пушки. Решение разработчиков, чтоб она, чтоб мы ее заряжали от источников на реальных очках, ну, как по мне, не очень хорошо продумано. Можно было бы сделать, что если через часы использовать плазменную пушку, она бы перегревалась. И надо было бы подождать какое-то время, чтоб она остыла. Но это лишь только мои предположения, то есть, мои идеи. И так, в принципе, мы уже закончили проходить этот данный уровень. Сейчас нам отстоялось только выпрыгнуть с ареной и помочь младшим, которые посылали финал ТОС. 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 ТОС.